Итак, отвечаю на вопрос. Я сам проконсультировался с юристом знакомым, позадавал ему некоторые вопросы. В общем, ситуация такая. Да, и тот юрист, который консультировался, я тоже советую решать проблему в правовом поле. Он говорит, что все дети, которых этот ребенок обижает, должны пойти к психологу, написать заявление, не сказать, что его поведение их угнетает, он проявляет агрессию, и все в этом роде. Тогда уже по решению психолога это все должно быть направлено на комиссию по делам несовершеннолетних. Это с одной стороны. С другой стороны, безусловно, я начал задавать и некоторые другие каверзные вопросы по поводу реальной судебной практики. Реальная судебная практика заключается на том, что ее практически нет. Дети не обращаются с побоями, дети. В общем, о чем я хочу сказать, что если вдруг, то обычно ничего не происходит. В подавляющем большинстве случаев никогда до судебных дел драки несовершеннолетних не доходят. Но я опять-таки поспрашивал про реальную судебную практику и сам поинтересовался за реальную судебную практику. То, что я обнаружил, оказалось примерно следующим. То есть, если ситуация не доходит до нанесения тяжких телесных повреждений, то есть, это переломы сотрясения мозга и хуже, то в судебную практику это не попадает. Вот и вся история. Опять-таки, я задал еще один конкретный вопрос. Прямо своему знакомому сказал, смотри, а если у нас есть абсолютно благополучный ребенок из благополучной семьи, мне на учете не стоит претензий со стороны учителей, одноклассников нет. Все дают хорошую характеристику. Если он даст сдачи и даже поставит этому мальчику синяк или каких-то фару гематом не очень страшных, и вдруг этот мальчик с его папой окажутся последними, собственно говоря, нехорошими людьми, как, скорее всего, оно возможно и есть, и побегут все-таки в полицию снимать побои, что грозит вот этому мальчику из благополучной семьи или другому ребенку, который дал сдачи. В самом худшем случае это будет штраф, поскольку родители несут ответственность за детей, а дети у нас несовершеннолетние, то есть они вообще не подлежат уголовной ответственности. Так вот, это штраф от 300 рублей до 1000, плюс, грубо говоря, на галочку семью поставит вот та же самая комиссия по делам несовершеннолетних, но как она это сделает, да, то есть, ну, как на всякий случай присмотреться, да, там так, то есть придут, то есть самым, вот я сейчас описываю самый плохой случай вариант, то есть они придут, несколько раз проверят, все, убедятся, что семья благополучная и опять-таки снимут ребенка с учета, и все дальше будет отлично. То есть в реальности последствий для благополучного ребенка там, ну, минимальные. То есть вот просто вот эти вот неприятные все аспекты могут быть. Ну, а здесь опять-таки на чашу весов, да, выбирайте. А что будет? Конечно, конечно, да, юрист мне сказал, что, ну, понимаешь, вот это такие случаи, то есть он, этот мальчик упадет, ударится затылком, там, непонятно что, да, там, в драке. Я еще, я, я, честно говоря, за всю свою жизнь не видел ни одного человека, который бы именно иметь своего ребенка, который бы падал, там, ударился затылком и от этого умирал, или еще что-нибудь с ним случалось, да. Вот мы говорим вот прям-то про такие тяжелые случаи. Но с другой стороны, опять-таки, для, что я хотел бы сказать родителям, ну, у вас есть выбор, да. То есть если вы уж такого боитесь, у вас есть выбор, а ваш же ребенок тоже может упасть, да, когда этот мальчик там будет их обижать, он тоже может упасть. Он тоже может удариться, там, головой об угл парк. Так что здесь взвешивайте, собственно говоря, именно вот с правовой точки зрения, что вы хотите. Если мы рассматриваем именно сам тренинг, да, поможет он вашим детям или не поможет, то я мог бы сказать следующее. То есть ваша ситуация в действительности для того, имеется в виду, для того, чтобы научить детей давать сдачи, очень хороша. У вас есть организованный коллектив, то есть у вас есть, а, замотивированный коллектив детей, у вас есть, б, замотивированный коллектив взрослых. Одна из лучших технологий, которую я описываю в своем курсе, с помощью которой можно научить детей давать сдачи, это технология именно коллективного обучения, то есть обучение в группе. И здесь не надо мучиться, да, здесь уже почти что сформированная группа. Вы можете взять, организоваться. Все вместе, прям все вместе, несколько человек, то есть организоваться в группу, организовать этот небольшой курс, научить детей давать сдачи. Но мало того, в этот курс можно добавить один маленький, маленький элемент, но очень полезный. Не просто давать сдачи, а приходить на помощь. Вот точно так же, как мы в этом курсе даем репетицию того, что вот, ситуация Х, все, распознали ситуацию Х, ребенок дает сдачи. Здесь то же самое. То есть, а, ситуация Х, или мне дают, то есть, или я участвую в конфликте, или кто-то другой участвует в конфликте, кого надо защитить. И все автоматически, все, кто участвовал в тренировке, приходят к нему на помощь. То есть, по крайней мере, в классе, в самом школе, где есть рядом другие дети, которые смогут быстро прийти на помощь, вот такое безобразие прекратится. Это в действительности не так сложно сделать. Если возникнут какие-то сложности, всегда можно обратиться ко мне за консультацией. Я уже распишу, как это сделать подробно. Ну, в общем, я думаю, даже этого мне не потребуется, поскольку в курсе достаточно все доходчиво описано. То есть, единственный элемент, который-то надо будет добавить, что если вдруг обижают не только меня, а я вижу, что обижают кого-то из нашей команды, или, да, скажем так, из нашей команды самообороны, я тут же на автомате прихожу на помощь. Там урок, не урок, то есть, можно выучить для любой ситуации. И все, и будет примерно следующая ситуация. Только он у кого-то там, только он кого-то толкнул, только он кого-то ударил. Мало того, что он тут же получит в ответ, опять-таки, автоматически сразу прибегут другие ребята и будут его защищать. Мало того, для данного поведения мы не только можем этому поведению научить, да, еще и дети будут неплохо в нем замотивированы, поскольку пока ты приходишь на помощь другим, тебе тоже будут приходить на помощь. И подобная тактика, она не является науськиванием детей, а лишь, как сказать, в чем проблема, в том, которую описали вы. Если все родители науськают детей, именно науськивают детей давать сдачи, то, скорее всего, кто-нибудь сдаст. Так жизнь уж устроена, что кто-нибудь это все равно расскажет, а вот нас родители учили. Нехорошо. То есть, ситуация сразу меняется. А если они учились самообороне, если они учились еще и защищать своих друзей, то родительской воли здесь нет. Здесь нет принятого такого родительского решения побить конкретно какого-то мальчика. Здесь есть решение научить давать сдачи. То есть, здесь совершенно другой момент. Опять-таки, то, что говорил мне юрист, заключалось еще в следующем, что очень важно, какие показания дадут другие свидетели, что скажут другие дети, кто был зачинщиком. За счетом того, что этот мальчик всегда является зачинщиком, что он первый начинает драки, и это подтвердят другие дети, то он будет конкретно виновным. Конечно, да, в этой ситуации виновных могут быть два, если будут синяки, гематомы, если это все дело дойдет до разбирательств. Но обычно, опять-таки, виновным считается тот несут ответственность те родители, чей ребенок затеял, собственно говоря, беспорядки.